здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодняшний выпуск мы посвящаем дню учителя потому что осень это первый звонок это день учителя осень вообще начало сезона и родители тоже по-своему встречают эту осеннюю пару но прежде всего они занимаются тем что пытаются потихонечку кто заставляет кто ну скажем так каким-то другим способом предлагает детям все таки идти в школу многие детки идут с радостью многие к школе относятся довольно таки отрицательно но все как по-человечески тем не менее у каждого у нас есть учителя первые учителя потом преподаватели вуза есть день учителя когда все мы вспоминаем своих учителей а у нас в студии начальник управления образованием администрации городского круга либерца виктория юрина бунтина здравствуйте на вашем лице и вас и всех учителей мы поздравляем с этим праздником профессиональным но и с каким настроением приходит ваш коллектив к этому событию к новому учебному году сегодня сфера образование полностью готова и настроение у всех работающих именно в нашей сфере всегда великолепная радостная и такое которое позволяет дальше двигаться вперед и быть позитивно настроенным на весь учебный год то есть оптимизм превышу оптимизм у нас прежде всего но по-другому быть не может мы работаем с детьми разного возраста в детских садах соответственно дети младшего возраста школе это дети от 7 до 18 лет к ним тоже нужен индивидуальный подход в каждом возрасте и конечно же прежде всего хорошее настроение с мрачным лицом или без улыбки учитель я считаю не имеет права заходить в класс и дальше устанавливать контакт с детьми то есть когда он пересекает порог школы все проблемы все что там дома у тому мужа на работе да это все остается это все должно быть за порогом школы конечно же эта работа и она очень серьезная ответственная которая предполагает не только вот сегодняшний день научить ребенка дать какие-то знания но и нацеливает его на последующие годы его жизни а закладывается это все по крупиночкам постепенно и к большому надо прийти конечно же пользуясь тем что каждый день а мы имеем возможность работать с ребятишками и давать ему определенный объем знаний и и прежде всего воспитывать ребенка сегодня это даже на первом плане выступает главе воспитали роль отводится воспитание но существует две философии философия так может быть громко сказано но тем не менее тоже дети а все что связано с детьми это громко философия первое что прежде всего воспитанием занимаются родители а школа это как некий институт способ с помощью которого до воспитывания идет да то есть папа с мамой основная школа это второстепенная история есть другая философия наоборот когда родители перекладывают свое персональное воспитание на плечи учителей преподавательского коллектива и считают что школа либо во всем виновата либо спасибо школе вот как вы считаете какая из этих философий все-таки сегодня работают ну я считаю что в первую очередь педагогами первыми для ребенка является его родители мамы и папа и многие вещи которые мы сегодня негативные в том числе видим в поведении ребенка они чаще всего исходит из 7 на первых порах жизни что получает маленький человек он с этим дальше потом живет всю жизнь а вот школа уже или детский сад призван корректировать некоторые стороны поведения ребенка и выводить его на те позиции которые позволят ему хорошо войти в общество социализированным быть и самое главное именно быть настолько воспитанным человеком чтобы быть по жизни и счастливым и получать то чтобы ему хотелось и плане знаний и в плане работы и других сферах деятельности но коль мы тут немножко еще по философтам потом же был по конкретике поговорим интересно узнать как подошли как переживаю переживали эту пандемию какие планы на будущее на не могу не адресовать вам вопрос как человеку который руководит всем образованием конкретном да на конкретном региональном уровне если еще одна такая такой подход что многие родители отказываются от обычной школы ну я не говорю о том что многие ищут какие-то спец супер проекты а некоторые просто отказываются от школы и ребенка учат на дому да с помощью как это домашнее обучение частных как-то называются и форма обучения предусмотрена когда надомное обучение это на самом деле обучение детей которые испытывают либо имеет вернее проблема здоровья с ограничен это понятно да а есть некоторые просто вот попадешь семейная форма образования вот здесь конечно достаточно сложно ну отсмотреть отследить скажем за развитием этих детей потому что эти ребята не входят даже в контингент конкретной школы они просто у нас проживают на территории предположим заявляются на семейную форму образования родители а то есть вы знаете об этом летнего да они обязаны заявиться то есть они проживают у нас на территории потому что по такой программе как всеобыч мы знаем где какой ребенок проживает и если он не обучается в школе или же на семейной форме обучения то соответственно родители в соответствии с семейным кодексом отвечают за то что нарушает права ребенка на элементарно образование поэтому родители заявляются на семейную форму и мы ведем их в плане того что предоставляем возможность пройти промежуточную итоговую аттестацию в определенный период обучения в школе на базе одной из наших муниципальных школ то есть все равно через школу в итоге получать либо наша муниципальная школа не могут заявиться также в частную школу для прохождения итоговой аттестации но мы об этом знаем где какой ребенок будет аттестоваться в конце концов и получать документ потому что документ государственного образца ему в любом случае потребуется для дальнейшей жизни для поступления вуз для того чтобы приобрести дальнейшем профессию и конечно же родители многие сегодня выбирают эту форму вот вы сказали частная школа давайте тогда проясним какие сегодня виды школ существуют потому что мы слышим гимназия лицей и в чем глобальная разница сегодня это все общеобразовательная организация в соответствии с законом об образовании и статус гимназии лицея они эти статусы остались с давних времен еще когда действовал законом образования 92 года на сегодня это просто название но придерживаясь все-таки на этих статусных вот названий наши учреждения пытаются открыть соответствующие профильные предпрофильные классы если это лицей то это физико-математическое направление естественно научное направление а если это гимназия но само собой лингвистическое гуманитарное направление и так далее это просто вот дань той памяти которая когда событием да да уже раз учреждения приобрело это название переименовывать мы его не переименовываем но они в статусе все находятся в общем общеобразовательная организация просто тогда видимо хотели уйти от слова школа или как-то по крайней мере возможно было всегда существовали они сегодня есть у нас эти школы но вот обычная средняя школа городского обруга люберца что это сегодня за объект образования но школа сегодня настолько многогранна и настолько много в ней разных таких направлений деятельности что вот правильно сказали что родители сегодня многие хотят переложить даже какую-то степень ответственности по воспитанию образования полностью на школу это так потому что родители работают наибольшую часть времени отсутствует дома и кто займется ребенком если не школа если школа откажется тогда ребенок окажется мы теряем его да да конечно будет беда поэтому сегодня школа а у нас практически в каждом микрорайоне эта школа полного дня это учреждение куда приходит ребенок с утра и занимается получает необходимый объем знаний соответственно питается и дальше начинается внеурочная деятельность возможно занятие по интересам хобби есть это спорт спорт культура хор и так далее и после того как ребенок пополнечал сделал возможно уроки везде разные условия в каждой школе его родители забирают тогда домой или сам ребенок уже если он взрослый отправляется домой эта школа полного дня и конечно для того чтобы организовать вот такую большую деятельность течение всего рабочего времени нужны огромные и штаты нужны условия современные условия для современных детей к чему мы конечно и стремимся но давайте сейчас разделим потому что как кому как не вам адресовать эти вопросы во первых завтраками проблема уже решена все как положено завтраки получает все дети с 1 по 4 класс и однозначно все эти дети которые попадают под федеральное законодательство с пятого по одиннадцатый класс это дети из многодетных семей прежде всего дети с ограниченными возможностями здоровья вот эти категории получают завтрак тоже в обязательном порядке но кроме того эти же категории получают еще и обед то есть двухразовое питание получается для этой категории а детки которые инвалиды есть они учатся с 5 по 11 класс и дети которые оказались сиротами или под опекой находятся они получают тоже обед в рамках рабочего времени полдник обеспечивается конечно за счет средств родителей но есть и школа у нас занимается во вторую смену соответственно вместо завтрака льготная категория получает полдник в определенные также по расписанию время теперь поговорим о двух главных составляющих об учениках об учителях начнем с учеников понятно что каждый возраст а ну отцы и дети вечная проблема и когда даже родители не совсем понимают собственных детей да и уж дети тоже и тут все зависит еще от характера и детки приходят разные и под по-разному подходят процесс обучения вот сегодняшний ученик скажем младших классов и старше это кто вот по ощущениям выжилась наверно проводите такой психологический срез учителя может быть жалуются может наоборот радуются ну разные тоже бывают ситуации на самом деле дети сложные а если но и сложные в чем они но для молодых педагогов или которые вот ну недавно пришли к нам из институтов они достаточно понятные для них потому что разница в возрасте до не очень сказывается да вот люди старшего поколения имеют учителя педагоги которые могут сравнить детей 20 века и 21 века конечно же говорят о том что сегодня это дети где-то настолько продвинутые настолько умные и настолько вот по жизни умеющие хватки да что-то для себя такое полезное извлечь это факт на самом деле причем даже вот уже в первом классе ощущение такое что заходишь не к семилеткам как минимум в 4 5 класс и даже вот на сегодняшний день она во всей российской федерации в москве кстати и в московской области в частности проводится эксперимент мы в эксперименте как городской округ участвуем одной только школы инженерно-технологическим лицеем мы переходим на эффективную школу так называемый проект это значит обучение с 1 по 3 класс ранее мы когда-то учились по этой схеме не 1413 потому что сегодня это дети настолько уже выходящие из детского сада знающие что дополнительный год в начальной школе терять не представляется возможным и считается нецелесообразным мы попробуем уже с 1 сентября мы этот проект начали реализовывать двумя классами именно те родители которые согласились отбор был детей конечно же по определенным критериям по уровню их развитости знаний и так далее и вот мы попробуем ту программу которая сегодня рассчитана на 14 дать этим детям за три года и вот прежде чем мы сейчас сделал небольшую паузу вот короткий вопрос короткий ответ правильно я понимаю что глобально но это может быть даже не государственный подход а подход такой человеческий да что может быть потихонечку можно сократить эту десятилетие обучения но возможно возможно просто надо понять если мы не увеличиваем образовательную программу не даем дополнительные какие-то знания которые уже где-то на первом на втором курсах института не подаются тогда смысла нет находиться детям в школе то есть на годик-два как минимум можно сократить и тогда но во всяком случае сейчас вот начальной школе вот мы уже сокращаем есть ли это даст определенный эффект вас конечно будем входить штатные наверное же за интерес обучение это очень интересно потому что все-таки такой огромная часть жизни вот напомню что мы говорим с начальником управления образованием администрации городского круга люберцы и через некоторое время вернемся и продолжим есть еще много интересных вопросов напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях начальник управления образованием администрации городского округа люберцы а виктория юрьевна бунтина скажите пандемия это же серьезно так и не только ну с врачебной точки зрения но и с точки зрения педагогической насколько она повлияла на процесс повлиял и очень даже сильно повлияло потому что сфера на самом деле не совсем было не в достаточной мере готова была перестроиться одномоментно и перейти на другой уровень преподавания было сложно и особенно первые действительно месяц-два понять что с детьми мы можем не встретиться понятно сколько вреда да 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 насколько этот процесс будет пролонгирован было даже где-то страшно потому что мы не видели детей во первых ну классные руководители и учителя мы не понимали чем они занимаются дома чем живут кто с ними рядом находится то ли родители а может быть не родители может быть они предоставлены сами себе и нужно было перестроиться одномоментно всем обучиться новым информационным технологиям и выходить в различные онлайн уроки зум-конференции чтобы собрать перед экраном ребятишек своих и посмотреть на них но пусть через экран но по крайней мере увидеть каких они условиях дома находятся чем они занимаются чем живут и просто элементарно поговорить потому что телефонные мобильные связи соединиться с каждым и другим это нереально просто не представляется возможным а вот эти способы связи как для преподавания так и для общения даже для проведения классных уроков неурочной деятельности вполне можно использовать и сегодня наши учителя уже готовы и к этим вызовам за что им огромное спасибо потому что ну вот охватить наши почти 40 тысяч детей школьников одномоментно было сложно но наши педагоги справились с этой задачей но и сегодня так понимают добавляет добавляет некую новую технологию некую возможность да и возможно в будущем это будет так как сейчас говорят гибридное до образования возможно все можно и сегодня уже используется потому что бывают разные моменты нужно учителю например заняться повышением квалификации предположим и он уезжает а уроки не продают не пропадали да а уроки не пропадут потому что он запросто может пройти и курсы повышения квалификации и в другое время перекроив расписание грамотно преподать этот урок выдать эти знания но только в заочном формате сегодня это огромный тоже плюс и общаться с детьми и по субботам в том числе если требуется дать например что-то из дополнительного образования в других формах хорошо поговорим вот буквально совсем недавно президент предложил немножко сократить контрольное задание для учеников сколько себя помню и помню что и мои родители рассказывали что всегда была вечная проблема что бедных детей нагружают огромным количеством заданий мне кажется что это с одной стороны верно с другой стороны можно наверное с точки зрения преподавателя сам преподаю это по поводу этого сомневаться но тем не менее мы видим что масса всевозможных аттестации и вот этот подход к егэ который да мы не можем его не коснуться вечно дорогая проблема вот вы как считаете действительно контрольных работ много и надо как-то немножечко перестроить этот процесс потому что когда ребенок все время находится в пост но в постоянном состоянии контроль контроль домашнее задание контроль но вы знаете здесь вот надо грамотно составить образовательную программу на год и с от изначально изначально календарно-тематическое планирование вот сесть и продумать все до мелочей потому что сегодня на самом деле независимых таких контрольных мероприятий проверочных их немного это всероссийские проверочные работы региональные диагностические работы для разных классов свои конечно по предметам в том числе есть огая форма для девятиклассников основной государственный экзамен и есть и г после 11 класса вот они все четыре основные формы но в школах в отдельно взятых учителя плюс ко всему организовывают контрольные работы по каждому курсу по каждой теме бывает по каждому параграфу вот это неправильно вот отсюда возникает вечный стресс у ребенка не нужно проводить контрольную работу по текущей успеваемости нужно где-то ее обобщить и приурочить например когда заканчивается триместр кстати мы ушли на модульную систему все школы у нас ушли на триместровый режим работы либо приурочить раз полгода чтобы провести эти контрольные срезовые какие-то работы если нужно подвести итог по определенной какой-то теме или блоку знаний а бесконечно держать ребенка в напряжении и каждый день объявлять ему но я вот слышу много конечно даже обращение поступает нам управление что на день по три по четыре контрольные работы по разным предметам так не должно быть потому что вот зам директора по учебно-воспитательной работе должны отследить педагогами что если проводится по русскому языку изложение или сочинение значит не проводится по другому одному из важных предметов математика физика там иностранный язык и так далее это надо все разводить умеючи знать и понимать что происходит в каждом классе а вот если нет в системе отработанных вот этих мероприятий вот оно и получается что ребенок по три по четыре контрольных пишет за на один день учебных и конечно перенапряжение куда его день а вот тогда давайте часто позицию педагогов станем до учителя он дает вот этот некий персональной контрольной работы это неуверенность в том что его ученики кат с которым которым он преподает не совсем хорошо учатся или не совсем хорошо понимать или это неуверенность в том что не совсем хорошо преподает а все понимаете да чем я говорю по-разному это все от педагога зависит от учителя и даже можно в обычном уроке не организовывая контроль знаний понять кто усвоил а кто не усвоил на каком уровне находится знание у ребенка и бесконечными просто диктантами или там тестами нельзя обучать ребенка а помните было такое предложение давайте вообще отменим домашнее я помню вот дневник для нас еще этот до обычные советские важны до помимо того поведение всего остального вот там же не выборы хотя и вымарывали тоже пытались это сделать вот ну я-то учился хорошо предположим в разные этапы своей жизни но тем не менее у дневник это всегда был какой-то какой кондуит такой не дай бог кто-то что там поставит и так далее вот и постоянно такой стресс и если хотите страх да вот есть идея что вообще отменить домашнее задание какое-то такое сделать обучение чтобы вот в тестах в играх и так далее мы к этому придем или все-таки нужна вот эта вот система государственная на что вот к этому надо как раз стремиться с учетом того что я говорила о школе полного дня когда ребенок находится весь день в школе конечно же вечером придя домой он не сможет сесть снова за стол и выполнять домашнее задание он уже должен прийти домой отдохнуть и у него все должны быть уроки выполнены учебники в идеале нужно оставлять в школе в определенном чтобы не таскать чтобы никуда не носить в портфеле и прийти домой просто отдохнуть пообщаться с родителями досуг провести вместе погулять в конце концов и насладиться жизнь идеально семье это вот к этому надо стремиться на самом деле а бесконечное сиденье за столом за партой и домой приходить за письменный стол садиться снова возвращаться к урокам это не есть хорошо мы вот тут мы подходим главному вопросу это вопрос педагогов вопрос учителей напомню что день учителя и сегодняшняя наша программа посвящена но мы говорим и о серьезных проблемах ведь когда дети плохо учатся даже если ну от характера зависит все равно как ни крути от педагога это зависит от его компетенцию от его знаний от его подхода вы конечно его просто человеческой но как сейчас говорят харизмы вот они психологии вот как сделать так чтобы вот знаете бывает же когда ребенок летит в школу но бывают конечно ему там лучше чем ребенка же не обманешь вот что такое сегодняшний учитель кто это и как у нас дела с учителями в городском округе люберцы но учитель конечно сегодня это и мама это и не знаю сам учитель который передает знания это и заботливая хозяйка это и я не знаю даже персональный психолог со всех сторон да и сопровождение ассистента и тьютер кто бы сегодня вот роль учителя сегодня настолько велика и должны работать в этой сфере только те люди которые понимают кто такой ребенок что ему требуется от школы и от детского садика как нужно встретить этого ребенка на пороге школы чтобы он провел с удовольствием время вместе с этим учителем нужно просто любить детей чтобы испытывать комфорт испытывать наслаждение удовольствие работая учителем или просто сотрудникам образовательной организации без любви потому что к ребенку и к той профессии которые выбрали но делать нечего конечно как профессионал сразу вот человек до приходит любой учитель вы сразу как только вы начинаете общаться вы понимаете его возможно лица понятным когда начинаешь общаться или просто элементарно достаточно попасть на урок в любой из какой-то там фрагмент посмотреть урока и уже становится понятно почему оказался здесь этот человек и надолго ли он вообще задержится в школе сразу видно но этот финансовый вопрос еще возникают понимаете понятно что человек который любит профессию он все как ни крути это правда на финансы он смотрит все-таки ну вторым таким взглядом да потому что ему нравится хочется если мне очень нравится хочется и он знает о смотри какие в москве цены в московской области другие цены да вот мы же знаем это во времена учительская профессия она не была очень хорошо оплаченной но во все времена люди которые стремились быть учителем стать учителем приходили в профессию оставались в общем-то до пенсионного возраста потому что обожали детей обожали школу и любили то дело которому они вот решили посвятить жизнь конечно материальная заинтересованность это одна из сегодня главных конечно один из главных критерий в жизни не по спорю но сегодня у нас заработные платы с москвой отличаются но тем не менее не настолько различаются чтобы променять свой класс например которым ты работал три года предположим с 1 по 3 класс а уже каждого знаешь а в четвертый год когда ребенок должен уже выпуститься с начальной школы учитель менять свое место работы я вот этого не понимаю а у нас такие случаи к сожалению есть насколько приживется этот учитель москве непонятно но средняя заработная плата нас по округу у учителей средняя порядка 55 60 тысяч все зависит от нагрузки но до специфика специализации и так далее так далее много составляющих и в общем-то москва на сегодняшний день и на заработную плату достаточно оптимизировала и мы скоро уже можем и сравняться между собой то что субъект расположены рядом но не могу не сказать что эта тема она актуальна для нас и те станции метро которые буквально вот пять манят у нас находятся на территории люберец два шага шагнуть и уже можно оказаться на другом конце москвы и заработать иные деньги и то есть это присутствует но тем не менее есть и люди которые уходят потом понимают и возвращаю попали не туда и не в тот коллектив и все равно родная школа есть родная и возвращаем но вот ведь работает потом благополучно мы уже заканчиваем викторию на чтобы вы еще сказали какие планы у на этот год данному на новый учебный год что что нам ждать планов очень много мы же открываем сеть очень пополняем и новыми учреждениями в этом году только открыли три крупные школы 2 по 1100 и 1 на полторы тысячи это большой задел конечно для того чтобы в новых микрорайонах на современными условиями обучались наши дети которые приезжают с разных уголков нашей страны мы детские сады открываем у нас много идей по на реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов ну конечно описать все это вот одномоментно и быстро не представится возможным потому что мы заботимся и пополнение кадров молодыми именно специалистами на целевом направлении у нас обучались 39 человек и вот в этом году они уже начали возвращаться к нам в наше учреждение нас это очень радует это наши жители наши выпускники и надеемся что они закрепятся в своих коллективах школьных в школе которую они заканчивали и будут дальше вместе с нами работать такая преемственность получаю преемственность да это те как раз дети которые реально вот видим у них тот коллектив который будет дальше этот потенциал да ну тогда давайте мы где-нибудь там перед новым годом опять пройдем встречу расскажите нам как будем надеяться что пандемия не внесет свои коррективы но в любом случае спасибо что нашли время потому что самый такой пик вот начальник управления образованием администрации городского круга люберцы викториевна бунтина спасибо вам большое еще раз с праздником вас спасибо с праздником всех учителей всех кто работал работает и кстати будет работать будущих педагогов тоже с праздником спасибо большое эта программа открытый диалог всего доброго и